МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телерадиокомпании НТС продолжает информационный выпуск новостей. В студии Эльна Робек Пасарова. Здравствуйте. Сауром Байджиенбеков выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне в Нью-Йорке состоялось открытие общих дебатов, участие в которых также приняли генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернандо Эспиноса Гарсас, президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры. По словам Сауром Байджиенбекова, такие проблемы, как рост цен, недостаток ликвидности и война санкций в экономике, касаются всех, особенно малых стран с открытой экономикой. Глава государства добавил, что сотрудничество и всесторонний диалог рассматриваются кыргызской стороной в качестве единственного и безальтернативного пути решения имеющихся вопросов. В своей речи, среди прочего, он коснулся и вопроса водопользования в регионе. По его словам, для Кыргызстана вопрос водопользования чрезвычайно важен. Елена Яковлева продолжит. С высокой трибуны Организации объединенных наций в Нью-Йорке в ходе общих дебатов в 73-й ассамблее выступили главы государств со всех континентов мира. Эта площадка позволяет лидерам обозначить позицию своей страны относительно вопросов войны и мира, мировой экономической ситуации, сохранения климата. Главная задача этой встречи – приближение ООН к интересам всех людей, глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ. Весьма масштабно, но организация носит глобальный характер, а значит и цели у нее соответствующие. Их-то и обозначил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в своем выступлении с Центральной Тримудной Ассамблеи. Вместе, как защитники общих благ, мы должны продвигать и поддерживать, реформировать и усиливать систему многосторонности. Мы должны оставаться приверженцами правилам, основанных на порядке, сохраняемом организации объединенных наций, которая должна быть центром. Мы должны ставить на первое место ценность международного сотрудничества так, чтобы жить в мире, защищать человеческие права, стремиться к экономическому и социальному прогрессу для всех людей в любой стране. Перед лицом существующих массовых угроз, людям и планете, и в то же время в момент равных возможностей достижения процветания, нет других путей, кроме как совместных действий с целью получения общих благ. Все 193 государства, члены организации объединенных наций, представлены на этом уникальном форуме. Все имеют равные права. По принципу «одна страна, один голос». Мировые проблемы касаются всех, как, например, угроза ядерного вооружения и терроризм. Президент России Владимир Путин в Ассамблее не участвует. Зато емким получилось выступление главы США Дональда Трампа. КНДР движется в сторону мира. Ракеты не летают в разных направлениях. Ядерные испытания прекратились. Часть испытательных полигонов уже разобрана. Американских заложников отпустили и выполнены обещания. Они вернулись домой. Я хочу поблагодарить Ким Чен Ина за его храбрость и за все шаги, которые он совершает. Но впереди еще очень много работы. Санкции в отношении КНДР останутся в силе до тех пор, пока не произойдет полного ядерного разоружения. Президент США высказался и по иранскому вопросу, и по Сирии. Подчеркнул, что США за решение конфликтов на Ближнем Востоке увидел положительную динамику в Восточной Азии. А вот по ситуации в Центральной Азии выступали лидеры этого региона. Глава нашего государства Сурон Байчинбеков подчеркнул, что ООН сегодня должна стать площадкой для имеющихся угроз и проблем мирового характера. Глобальная политическая, экономическая и экологическая ситуация меняется быстро. Усиливается тенденция регионализма мировой политики. Продолжается рост цен, недостаток ликвидности и война санкций в экономике. Угроза терроризма и экстремизма охватила все страны. Сохранение экологического равновесия стало глобальной задачей всей планеты. Несмотря на место порождение этих проблем, они касаются всех, особенно малых стран с открытой экономикой. Для Кыргызстана обозначенный процесс оказались чувствительными. Поэтому считаю, что сегодня весьма своевременно обсуждение на площадке Генеральной Ассамблеи актуальности организации объединенных наций для всех людей, а также глобального лидерства и совместной ответственности за мирное, справедливое и устойчивое общество. По словам Сурон Байчинбекова, страны региона стали теснее общаться, обсуждать общие угрозы с безопасностью, искать пути борьбы с ними. Однако глава государства отметил географическое расположение нашего региона, что усложняет задачу. Международное сообщество должно с совместными усилиями активнее бороться с этим злом и такими явлениями, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывая денег и финансирование терроризма. Это весьма актуально для нас, так как мы находимся на перекрестке наркотрафика. К сожалению, принимаемые меры международного сообщества остаются недостаточными. Важно уделить особое внимание в решении этой общей проблемы региона. Изменение климата, как ничто другое, имеет значение для центральноазиатских стран. Засушливый регион всегда сотрясала проблема с водными ресурсами. Для Кыргызской республики вопрос водопользования чрезвычайно важен. Практика последних десятилетий использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии показывает необходимость выработки новых подходов. Мы убеждены, что комплексное использование водно-энергетических ресурсов в регионе должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие всех центральноазиатских государств. Поэтому Кыргызстан последовательно выступает за разработку и внедрение в Центральную Азию взаимовыгодных экономических механизмов в данной сфере. Но дело не только в том, чтобы поделить воду между соседями, но и сохранить природу. Кыргызстан признаёт изменение климата в качестве существенной угрозы для экосистем и людей. Мы приняли на себя обязательства по противодействию этому глобальному явлению, подписав Парижское соглашение. Изменение климата оказывает всё большое воздействие на наши ледники и водные ресурсы. Способствует росту сихийных бедствий в горных районах страны. Кроме этих вопросов, Суронбай Джейнбеков затронул ситуацию с рекультивацией урановых хвостохранилищ. Таковых в нашей стране три, и они довольно крупные и наносят вред и экологии жителям. В этой связи на площадке ООН 27 сентября с подачи Кыргызстана состоится мероприятие, посвящённое опасностям уранодобывающей деятельности. Ну и ещё одну инициативу, которая также была высказана Суронбаем Джейнбековым, это избрание нашей республики вне постоянной члены Совета безопасности ООН на период с 2027 по 2028 годы. Это, по словам президента, привлечёт внимание мира к проблеме малых государств и позволит дать им уверенность в равноправном пребывании в организации. Елена Яковлева, Алтынбек Канабекулу, НТС. Парламент сегодня выбирает омбудсмана. На этот пост в фракции Джогурку Кенешев выдвинули пять кандидатов. Все они сегодня представят свою программу. Отметим, фракция СДПК выдвинула на пост главного правозащитника страны Токона Мамытова. Фракция Бирбол выдвинула трёх кандидатов. Маматураима Мумунова, Риту Карасартову и Рыскула Бахтыбаева. Фракция Томикен выдвинула Каната Азиза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По подсчётам Мамбекова, это позволит разгрузить тюрьмы до 8 тысяч человек. В свою очередь, его коллега Исхак Масалеев ратует за совершенствование закона о помиловании. Инициатор поправок уверен, что право омбудсмана просить помиловать определённых осуждённых у президента нужно закрепить на законодательном уровне. Однако отмечается, что при этом сам арестан должен полностью признать свою вину в инкриминируемом преступлении. В Бишкеке водитель легкового авто избил парковщика. В соцсетях очевидцы распространили видео, на котором видно, как мужчина, выйдя из своего автомобиля, стал бить и пинать парковщика. Избиение произошло накануне, примерно в 3 часа дня. Мужчина сначала совершил наезд на парковщика, после чего последний в состоянии аффекта ударил машину. В ответ на это водитель автомобиля марки «Мерседес Бенз» жестоко избил пожилого человека. При службе Главного управления внутренних дел Бишкека сообщили, что на место происшествия выехал участковый для выяснения обстоятельств. В данный момент подозреваемый доставлен Свердловской ровы до Бишкека. Началось следствие. Четвёртый день в пути. Житель Баткенской области пешком направляется в Бишкек, требуя отставки главы милиции города Козылкия и объективного расследования дела в отношении его сына. По его словам, руководители милиции пытаются сделать из его сына виновника ДТП со смертельным исходом. При этом, говорит Сейдраим Абдилатов, без доказательств и свидетелей. До Бишкека житель Баткена намерен добраться пешком. Как пишут пользователи соцсетей, он отказывает водителям, предлагающим довезти его. Ему отметим 63 года. Сына обвинили в ДТП в селе Караван, которое произошло в ночь на 26 августа. Мои дети тогда ездили в Козылкию и рано утром вернулись в Баткен. Но они не заезжали в село Караван. А милиция, без свидетелей и доказательств, решила обвинить моего сына. Мы смотрели видеозапись вблизи места ДТП. Там проезжали белые жигули. А такая машина есть у самого начальника милиции. Поэтому я требую отставки начальника милиции Козылкии. Я назад не вернусь и не отступлю, пока не добьюсь справедливости. И на этом пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.